я рад вас приветствовать своих коллег потому что я считаю что здесь люди которые горят своим делом хотят добиться успеха и хотят увидеть что-то новое смотрите крайне делянка это в середине делянка это у нас здесь двойная максимальная дозировка вердикта все продукты кросс спектра они у нас жесткие для культуры поэтому здесь была проведена сделана имитация перекрытия ну там на разворотах бывает там всяко бывает снос соответственно показать что у нас угнетение от двойной максимальной дозировки нету если сравнить между собой то можно сравнивать средние варианты это на одном сорте чтобы посмотреть здесь вообще килограмма здесь имитация перекрытия вот здесь по 05 было здесь здесь по 05 если можно хотите посмотреть вот у нас специально отмечали вешечки чтобы далеко сильно сорняк не искать у нас здесь вон у нас осталось так не запищала не отключила так смотри вот 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 все больше от него что вот 8 от него что нет вот а вот он идет смотрите смотрите да он угнетенный мы говорим о том что все таки давайте делать два фунгицида как еще раз повторюсь input а в первую обработку чтобы он убрал у нас септориоз зимний зимующий чтобы он убрал у нас перенофора которая может весной вспыхнуть и пойти и мы говорим о том что соли горы используйте соли гор чем интересен соли гор соли гор это трехкомпонентный к нему очень грибы плохо привыкают поэтому соли гора можно работать несколько на там ну давайте я неправильно скажу десятков лет но то есть очень много и долго можно работать соли гором и у него есть уникальная особенность он очень хорошо защищает листовой аппарат и он очень хорошо если вы чувствуете что будут дожди и будет септориоз колоса фузариоз либо темно-бурая пятнистость колоса вы соли гором на делаете увеличиваете дозировочку ставите максимальную 08 и защищаете еще и колос таким образом у нас фактически соли гор это такое среднее решение для того чтобы защищать и колос эффективно и защищать флаговый лист можно сказать классическая по этой зоне единственное о чем что мы отошли от науки от нашей которая рекомендовала оставлять здесь 10 процентов паров у нас паров нет уже лет 7 наверное в остальном по предшественникам у нас много прямого сева по подсолнечку полностью 7 напрямую пальну напрямую по гороху в зависимости от количества растительных остатков или дискуем или напрямую но в прошлом году горох здесь давал до пяти тонн и мы вынуждены были задисковать чтобы получить качественные сходы иначе не получилось бы никак вот нут у нас еще есть вот по если по структуре пойти то где-то до 40 процентов мы сеем по подсолнечнику 20 25 процентов по бобовым горох нут по пшенице вторым годом 7 до 30 процентов ну такая структура примерно папа по колоссовым мы стараемся пахать если видим что условия по влаге не позволяют пахать переходим на дисковку то есть есть и то и то по колоссовым нормы высева мы стараемся сеять минимально допустимыми нормами на наш взгляд минимально допустимая два два с половиной миллиона на гектар но это очень рискованно потому что у нас очень часто нет условий для получения нормальных сходов поэтому немножко перестрахуемся и 73 с половиной миллиона все эти опыты мы проводим в трех локациях это морозовский район ростовская область зерноградский район и забильнинский район ставропольского края методи и при этом и при этом предшественники у нас в зерноградском районе разные прошлом году их было четыре в этом году мы немножко сократили опыт и так как объем работы очень большой здесь мы посеяли по подсолнечнику это поле по подсолнечнику семенному и также у нас есть площадка испытаний по гороху основной полигон по гороху там где размещено размещена большая часть делянок мы испытываем сорта в первую очередь мы испытываем новейшие линии селекционное достижение мы из коллекция сортов озимых зерновых у нас на сегодняшний день 130 зарегистрированных которые в госсорт комиссии это конечно же различные селекционные центры это не национальный центр зерна это различные селекционные центры и соответственно это разные культуры мы испытываем также различные элементы технологии которые можем делать это норма высева это норма удобрений виды удобрений и сроки применения этих удобрений сорт крупинка созданы в 2004 году это старейший сорт нашей селекции но он до сих пор занимает очень хорошие области такую например как самарская область самарской области этот сорт и высевается на достаточно больших площадях для зимы твердой пшеницы и прошлом году при двухкратных морозах в 7 9 мая и 30 мая дал урожайность на площади 250 гектар 29 центнеров зерновых гектар при этом 15,6 белок и 28,5 кликовина торт и ланчик уже входят в десятку самых распространенных сортов россии и уже звонят из тамбова из липецкого тут никакого зерна не было под 55 граммов масса тыс черт а что ты звонишь хочу похвастаться у нас никого не было молодец поздравляю хорошо поэтому сорт качественный сорт морозостойкий несмотря на сколько скороспелость уходит от засуги за счет того что очень скороспелый сильная пшеница уважаемые коллеги вашему вниманию представлена линейка сортов современных сортов всероссийского научно-исследовательского института масличных культур все эти сорта современные высокомасличные высокопродуктивные они хорошо адаптированы практически ко всем зонам возделывания классические сорта вне им 620 вне им 620 фото нейтрально обладающей реакцией на длину дня эти сорта обладают хорошей пластичностью и отзывшуюся на высокий аграф здесь у нас у наших дистрибьюторов разогра представлены все сорта гороха которые на данный момент есть у нас на рынке это семь сортов шесть из них это яровой горох и один сорт зимующего гороха все испытания они проводят на сорте гороха саламанка то есть и по нормам высева и по препаратам ирзагра проводит на сорте саламанка у